Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссанрайз, и сегодня заключительный четвертый акт истории Кли, Додока и Додокороля. Да, ждали мы этого довольно долго, с самого выхода обновления мы пытались узнать, кто такой Додокороль, и вот сейчас настало время. Так, где, собственно, сам у нас кваст? Итак, последняя тайна, день ответов. Поехали! Нас там уже, как бы, ждут. Так, а этот остров, это вот же он, да? Насколько я понимаю. Привет тем, кто к нам только-только-только подошел. Да, с шести до восьми утра нам нужно перемотать время. Поехали. Эд, кто у нас раскричался на фоне Пайманты, что ли? А вернуться к гигантской раковине. Ладно, поехали. Так, стоп, а куда это мы идем? Раз уж у нас нет самой Кли. Не по канону, не по канону. Кли должна лично спасать Додока. Ага, все собрались и рыбку приманили. Почетный рыцарь, сюда. Так, и че там у нас с рыбой? Как мы и думали, кристаллы ее привлекают. Ловим, ловим рыбку. Только не так, как это делала Пайманты. Ой, Кли, давайте без динамита обойдемся. Не-не-не-не-не. Чтобы Кли не взорвала рыбу, давайте лучше мы ее поймаем. Все-таки мы эксперты по ловле всякой живности. Да, кстати, дайте-ка эту... Рыбалку в игру. Мы собрали все рыбьи чешуйки. Окей, пойдем дальше. А, а, пони. Пора бы в игру уже рыбалку-то вводить, наверное. Я бы посидел, допустим, на каком-нибудь берегу с удочкой. Непонятно, почему этой возможности нет, потому что именно так мы с Паймант познакомились. Куда потом все это делось, непонятным. Дядя почетный рыцарь. Надо класть чешую? Дам. Кли не дотягивается. Боже. Лапки-то коротенькие. Ладно, тогда я тебе помогу. Когда ты скажешь, давай, я положу, хорошо? Угу. Но, на самом деле, я в этом не разбираюсь. Ничего страшного, если ты положишь их за меня. Я в тебя верю. Ну, тогда мы положим чешую, а Кли активирует последний, самый главный переключатель. Все хотят так, что... А, как же они хотят, чтобы именно Кли разрушил этот барьер, чтобы она чувствовала свое участие в этом деле. Ладушки. Я, наконец, тебя увижу, дадо-король. Покажи свое лицо. Надо заметить, что Кли очень бодрая. Почетный рыцарь, у тебя получится. Я за тебя болею. Ну что ж, поехали. А Кли тыкнет самую главную и самую большую кнопку. Кли, мы разложили чешую. Ура, здорово. Теперь моя очередь, да? Да. Займись вон тем механизмом. Хорошо. Кли. Будь осторожна. Ага, я помню. О, штука какая-то, да? Кли, чего такое? Я боюсь. А вдруг дадо-король правда там? Ну, мы ведь на это и рассчитывали. Мы же и... Мы и хотели его изловить. А что если он не разрешит... А что если он не разрешит мне стать семьей Додока? Или я ему проиграю? Тогда мы с Додока не сможем быть вместе, и мама тоже расстроится. Додока мой лучший друг. И его мне подарила мама. Готов поспорить, что мама все это и затеяла. И Додока, кстати, милый. Мне слишком страшно нажимать. Привет всем, кто к нам Долика-Толика подошел. Дядя, почетный рыцарь. Можешь нажать за меня? Кли, давай-ка сама. Почему? Потому что... Мне надо держать оружие. На готове. Так я смогу тебя защитить. Да, Кли, мы все здесь вместе с тобой. Не волнуйся, Кли, мы все тебе поможем. Каким бы ни оказался враг, пока мы здесь, тебе нечего бояться. Хм, прекрасно. Я тоже хочу узна... Я тоже хочу узнать, насколько сильны враги на этом острове. Давай. Я здесь. Ребята, не надо так говорить. А что, если Додокороль просто пригласит Кли к себе домой поговорить? Или... Точно. Может быть, он уже признал Кли? Да, пригласит... Пригласит на чаечек. Он может признать Кли? А почему не может? Ты очень старалась, и... И у тебя все получилось. Правда? Да он тебя признает, точно. Мы верим. Ладно. Предоставьте это мне. Нажимаем, нажимаем, нажимаем кнопочку. Додоки? Бомбочки? Э, убежище Алисы? Ааа, понятно, где она пропадала. О, кстати, эти штуки мы получим же, как декорчик из магазина. Нас пригласили отдохнуть. Алиса! Ммм. Ля, ты, мышь. А? Это... Так, я ничего не понимаю... Я ничего не понимаю, что это? Это место, где мы будем с вами отдыхать, получается. Алиса пригласила нас в отпуск. Блин. Она знала, что друзья пойдут вместе с Кли и приготовила... Ах, понятно. Весь остров будто гигантский подарок, спрятанный под энергетическим барьером. Так это и есть подарок для Кли и для ее друзей. Кажется, там что-то есть. Ммм, пойдем посмотрим? Да, хочу посмотреть. Порочная красная девочка, ты наконец-то пришла. Я так долго ждала. Как скучно. Ты смеешь противостоять мне, предводителю Додо Клана, Додо Королю? Какая похвальная смелость. Хотя твоя храбрость заслуживает восхищения. Это все бессмысленно. Потому что... Потому что Додо Король это я. Твоя мама. Алиса! Ах, как я и думал. Господи. А, мама? А, а, а мама ж тебя признает, да, Кли? Так что все в порядке. Чего? Алиса? Это которая написала путеводитель по Тайвату? Да-да-да, которая... Угу. Божечки. Привет тем, кто к нам только-только подошел. Кли и ее верные спутники. Всем привет. Ну вот, теперь ее голос стал нормальным. Ах, да, это подарок нам. Ну как вам тут? Было весело? Летнее солнце и пляж. Неплохой, наверное, отпуск, да? Ммм... Нет смысла меня искать. Меня здесь нет. Переговорное устройство на платформе перед вами. Это мое личное изобретение. Фонограф Алиса. Используется для передачи материнской любви. И... Божечки. Хоу. Ты, должно быть, шутишь. Ой, я вас не напугала, нет? Простите, моя Кли обожает играть со всякими маленькими игрушечками. И как ее мать, я хочу поддержать ее. Она подготовила здесь целое семейство Додока. Это Додоклан. Вот это. С самыми разными эмоциями. Эти игрушечки совсем не маленькие. Да, и они, походу, взрываются еще. Мама... Кли? Жалко, что мы не можем встретиться. Но, как и всегда, я буду издалека наблюдать за каждым вашим движением. Так это была Алиса? Как я не обратила внимания? Я... Чего? Вам это все показалось... Вам это все может показаться странным. Зачем матери так далеко от дома тратить столько сил, чтобы создать посреди моря... Посреди моря парк развлечений? Динь-динь, все верно. Я лично была на этих островах. И мне безумно понравились древние руины и необычный ландшафт. Я все подготовила, чтобы вы... Тоже смогли насладиться ими. Да, да, да. Хотя бы в игре мы смогли побывать на море. Мама Кли, похоже, очень свободный человек. Угу, беззаботный. Ммм. Так, кто там про меня гадости говорит? Эй, не-не-не. Она нас подслушивает? Не стоит беспокоиться. А в смысле? Мама Кли, Алиса. Крайне загадочная и... И чуть ли не всемогущая ведьма. Не стоит слишком удивляться. Просто у нее характер такой. Вам, наверное, интересно, а к чему все эти письма, лодки, буйки, энергетические барьеры этот... Наверное... Дайте угадаю, просто, чтобы мы не заскучали. На самом деле, мне тоже кажется, что это немного хлопотно, но... Только так можно было всех здесь собрать. Да, ведь? Да. Блин, ну это мило. Это на самом деле очень-очень мило. Она просто хотела, чтобы все отдохнули на море. Эти острова скрывают столько историй. Аборигены, кораблекрушения, загадочные механизмы. Здесь сошлись без... Бесчисленные совпадения. Если бы не мои приготовления, то все это было бы зря. Дайте-ка угадаю. Все, кто получил письмо, должны быть здесь. Кея, Дилюк, Рейзор, Джин, Барбара. Наконец, верный и умный Альбедо. И загадочный путешественник со своим спутником Пайман. Я всех вас пригласила, чтобы составить компанию Кри. Спасибо. Благодаря вам, моя дочка провела незабываемое лето. Блин. Все на этих островах, подарок вам. Спасибо, что были с моей маленькой Кри. Когда вы услышите эту запись, я буду уже очень далеко. И Кри такая стоит. Ми-ми-ми-ми. Жизнь путешественника стремительна и увлекательна. Можете спросить путешественника рядом с вами. Он вам расскажет. То есть Алиса все это затеяла просто потому, что слишком занята и не может сама быть с Кри? Нет, просто мама. Вот такая вот. А теперь, если вы пытаетесь найти во всем этом какой-то скрытый смысл, то я вам скажу. Все намного проще, чем вы думаете. Именно за свободу, к которой мы с дочкой стремимся, я и полюбила Монштадт. Мое желание очень простое. Я надеюсь, что Кри вырастет любопытной и доброй. Если она захочет, то сможет сделать что угодно и отправиться куда угодно. Вот оно как. Должна признать, что это вполне в стиле Алисы. Прошу прощения, я не так поняла. Здорово, когда у твоей мамы такой интересный характер. Да, мама, самая лучшая мама. Мам, мы ловили рыбу, катались на лодке, купались, много во что играли. Все были очень замечательные и добрые ко мне. Давай, давай с нами в следующий раз. Опять приедем сюда играть. Да, у дочки такой же свободный дух, как и у мамы. Ах, лето. Кстати, когда я была на островах, это тоже было летом. Сидя на пляже и слушая шелест волн, прескавшихся у моих ног. Я думала о тебе. Кли, ты дитя лето. Подарок маме от моря и ветра. Я благодарна за твое рождение и хотела тебе что-нибудь дать. То есть Алисе Кли ветром надуло. Я правильно понимаю. И с моря принесло. Кли, подарок маме от ветра. Ну, получается Кли надуло. А если Кли надуло ветром, получается Венти постарался. Я, конечно, ни на что не намекаю, но высказывание Алисы как бы... Поэтому я нарядила эти острова. Превратила древние руины в летний парк развлечений. И под именем Дода Короля пригласила тебя. В преданиях другого мира говорится о чудесном острове, названном в честь Золотых Яблок. У него много имен. Он олицетворяет прекрасные картины человеческих грез. Мама любит эту историю. И хотела, чтобы ты могла насладиться прекрасными чудесами из нее. Поэтому мама дала тебе лазурные воды, жемчужные пески. Сказочный рай. Для тебя. И тех, кто тебя любит. Эх, Алиса, Алиса. Поэтому кристаллов было три. Светло-красный, как лепестки. Голубой, как морская волна. И желтый, как осенние листья. Возможно, Алиса считает, что этот архипелаг – природный четвертый кристалл. Расположенный среди моря, покрытый растительностью. Цверкающий, словно инзумруд. Кристалл лета. Кли, ты, как и мама, принадлежишь к красе долгожителей. Для нас время, словно порыв ветра. Мгновение пролетело, и нет его. То есть, ушки Кли, они, как я и думал, как мы все думали, они настоящие. Они эльфийские. Ну, по сути, эльфийские. И обладатели этих ушек долгожители, как и эльфы. И такое здесь есть. Просто я про эту расу... Хотя я особо и не читал, но я ни на что подобное не натыкался. Ну да ладно, это местные эльфы. Это мы так с вами сейчас думаем, что Кли там лет 10, может ей лет по 200, и она такая, ну, я еще маленькая. Не. В такой долгой жизни родители лишь первое звено для ребенка. Хотя и мы не хотим расставаться. Но день, когда ты должна идти своей дорогой, все равно настанет. Кли, мама всегда будет тебя любить. Но вокруг тебя есть много других людей. Поэтому пусть они тебя воспитывают, растят, а я в душе кукушка. Да-да-да. Друзья, которые находятся с тобой. Учителя, которые тебя наставляют. Люди, которые согласны отправиться с тобой на остров, зная, какое странное это место. Лето, оно для всех. Как бы жизнь ни менялась, сколько бы всего ни происходило за год, лето никогда не исчезнет. Как любовь между людьми. Надеюсь, отныне. Куда бы ты ни отправилась, ты не забудешь, как много в мире людей любят тебя. Ах, да. Дома слушайся, Альбетто. Мама будет регулярно вас навещать. На самом деле, когда у меня есть свободное время, я тайком возвращаюсь проведать Кли и всех остальных. Хм, никто не заметил. Тетушка Алиса, все такая же. Неужели Альбетто знал с самого начала? Время почти вышло. Так что на этом все. Ах, да. Я много сил потратила, чтобы все это создать. Поэтому, развлекайтесь на полную. Моя малышка Кли. Все остальные. До встречи. Ах, когда же мы увидим ее в игре. Пока, мама. Кли, похоже, особенно радостная. Ну так еще бы, после того, что она узнала. Эх, Дадо Король оказался мамой. Не знаю почему, но я очень рада. Неважно, взрывает ли мама в ворота Монштата, наказывает ли она Кли или пишет странные письма. Кли очень ее любит. И тебе же без нее одиноко, да? Нет, мама самая сильная ведьма. Где бы она ни была, она всегда со мной. Она никогда не дает мне скучать. Кли так сильно любит маму. Да, мы видим, насколько Кли сильно любит маму. Дядя, почетный рыцарь, ты любишь Кли? Конечно. Кли тебя тоже очень любит. Ты должен побольше играть со мной здесь, а то мама расстроится. Не, ну это уже шантаж, ребят. Это уже шантаж. У меня еще много прыг-скок-бомб и Додо, который здесь. Мы пойдем с тобой купаться и глушить рыбу. Кли с тобой всегда весело. Еще бы. Эй, давай скорее. Давай не будем заставлять Кли ждать. Пойдем скорее. Вот, получается и все. Ну хотя нет еще. А, ну да. У нас еще появилось новое испытание. Но сюжетку-то мы этого ивента прошли. И да, она оказалась все-таки очень-очень-очень-очень-очень милой в испытании. Так-так, путешественники могут побеждать монстров с помощью бомб. Угу. Бомбы можно использовать только в зонах испытаний. Если выигадите, то вашим металлами будет... Угу. Существует три вида бомб. Высокоточная бомба наносит пиро урон одному монстру. Плавающая бомба наносит пиро урон нескольким целям. Горячая бомба наносит огромный пиро урон. Ага. Создавайте бомбы с помощью алхимии. Использование бомб расходует их запасов. В вашем инвентаре следите за количеством оставшихся бомб. Угу. Так. И вот нам нужно зачищать лагеря этими бомбами. Сова, их обязательно крафтить, потому что у нас испытания завязаны именно... Ну, часть испытаний завязана на бомбах. Поэтому, ну, как бы такое... Книжки на Кадзуху нам по-любому нужны. Хоть небольшая, но экономия смолы, как ни крути. Лорд, привет. Угу. Угу. Ладно. Хорошо. А вон наша алхимия. Ну, вы же понимаете, Кри такая... Давайте купаться. Игра такая, давайте бить еличурлов. Ну, ну, алло. Вы чё? Ну, какой зонт классный. Ммм. Под этим зонтом должна лежать вот здесь Кри, вот здесь Алиса. А Диона должна приносить им коктейли. Ммм. Ммм. Ну, это же идеально. Это просто идеально. Подождите. Ну, вот же. А, мы будем представлять, что хиличурлы это рыба, да. Ну, как вариант, как вариант. Эх. Так. Сотвременная. Это-то-то-то. А, Господи. Подождите, нам же плавающие и высокоточные нужны, да? Подождите, что? А, оно сразу по 20 крафтится? Серьезно? Ну ладно, мне-то чё? Мне так даже лучше Мне так даже лучше, а этих создадим просто так, чтобы были Так, готово Для начала нам бы высокоточные взять Где они у нас будут храниться? Где-то тут, да? Высокоточная бомба Подождите, чё на ней написано? А, это срог действия, да? Угу Теперь нам нужны определенные лагеря хиличурлов Я так понимаю Вот они Поехали Поехали, потыкаем А затем нам останется ждать Кадзуху для того, чтобы пройти Его историю Так, лагеря хиличурлей, да? Получается Ну давайте Подождите Сейчас мы разберемся с вами, как оно Кли Как ты ими попадаешь вообще? А, подождите, может, перецелиться нужно? А, ну да А чё они такие дамажные-то? Алло А, да нет Всё-таки дамажат чё-то Это щитки просто сбивать нужно Всё-таки нужно сбивать им просто щитки И всё Хорошо Ну, нам главное закрыть эти дейлики И всё Не дейлики, а испытания А потом уже пойдём тыкать обычными Обычными навыками По-хорошему По-хорошему А, там двух за один выстрел Ну-ка Понял, принял Хорошо Не вопрос Так, клика Давай-ка мы им щиточки-то Понадломаем Сейчас мы их в кучку-то да соберём Да ёпть Нет Не так это работает Не так Не так Не так Не так Сейчас всё будет Сейчас всё сделаем Так, господи, нет, жену Это наркомания на самом деле Если уж на то пошло Я люто негодую Ну ладно Фиг с вами Едем дальше Дело запахло Упоротостью Ну, кстати Ракулина А вот почему бы И нет Печню такую нет К сожалению Наверное Так И где наш Ракуль Простите Да Должен быть Вот тут Угу Уж не снизу ли он где-то Господи Или вообще сверху А, вот же она Весь этот остров Часть горы Монштадта Великая сила Отколола её И забросила в море В полёте она Перевернулась Да отсюда Такой рельеф Весь этот остров Часть горы Монштадта Не, ну понятно Алиса Тестировала Новые бомбочки Весьма любопытно Без сомнений Это один из шедевров Шедевров Анмархонта Барбатаса Нет, это один из шедевров Алисы И её бомбочек Угу 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 В это я поверю Намного больше Зная её нрав Зная клип Так 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 Во-во-во И хилят Это то, что нам нужно Так, тут не умрите Раньше времени Пожалуйста Клип, ты тоже Как бы не умрит Раньше времени Ты чё? Так Собственно Ешечку Теперь нам нужно Как-то правильно Так прожать Чтобы две говны Умерли сразу Ты Усюк Он взял и убежал Ооо Так Ладно Давайте отойдём Пускай эта говна К нам подойдёт А если я вот так сделаю? Аааа Нет Так это не работает Нет Лучше Венти использовать Да А как же людям Жить у которых Нет Венти Так Где ты сюда? Да Вы Стифаетесь Надо мной Да Так У меня То Венти Есть Ладно Хорошо Поехали дальше Крайне занятная штука Я хочу заметить Подождите Мы чё-то выполнили Что-то мы выполнили Во 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 Всё это выполнили А теперь нам осталось БО Плавающие бомбы Всё Теперь нам остались Только плавающие Ага Ага Ну все получается, готово, поехали Так, грибочки не забыть, здесь собрать еще Ага Ну вон и сразу закрыли все, что нам нужно Эй, такое себе что-то Так, нам остается, наверное, только кучку из врагов Побольше затыкать и все В целом испытание будет пройдено, ну кроме лагерей Че-то так лень вот это вот все тыкать Мне так этого в бездне хватает на самом деле Блин, и джин на меи, и меч на джин новый хочется И меч на гадзуху хочется Что мы там вообще с вами выполнили? А, это мы три лагеря зачистили Так, ну да, тут трех противников Ну, тут уж простите, нам нужен лагерь какой-то Так, стоп, грибочки Грибочки для гадзухи Нам нужен какой-то лагерь, где их побольше будет Новый меч на джин-то какой-нибудь Хотя бы Ну там есть один неплохой мечик, который будет в 1.6 Но пока я баннерами на оружие не занимаюсь Потому что сначала бы персонажей собрать До того момента, пока выйдет их большая часть А вот там уже можно будет заняться оружием А с этим что не так? Так, ну с этим не так то, что урона мало А вот и все Так, давай, Юта, ищи точек Смотри, если ты ищи точек, не из него что? Этим я займусь Сейчас мы эту вот А! А-а-а! М-м-м-м Ну, три Бед тебе, Сюх Вот! Сейчас мы, значит, ему собьем эту говну И потом трех просто бомбочкой Так, шмых! И все План четко Сейчас бы нам ему хп немножечко подзбить Нет! Не умерли хоть, нет? Ладно То я что-то уже испугался Думаю, а вдруг они умерли? Эти мелкие засранцы мне нужны живими Вот давайте сейчас попробуем Ну, сюк, ну почти! Надо было еще чуть-чуть ему хп добить И тогда все было бы хорошо Вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть не добил Тьфу Осуждаю Вот просто осуждаю Ну че, сейчас закроем Тьфу 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 Капелюшечку Маленькую капелюшечку Не хватило Тьфу Тьфу Испытание Где больше этих тварей Мне все-таки на тех Тварях, где Их было много Надо было использовать вот эти бомбочки Вот! Ну вот же! Ну вот же! Здрасте! Здрасте! Вот! Ну вот же! Тут мы сможем, может быть, даже и четырех этих штук закрыть-то Давайте-ка их подведем к вот этой говне Чтобы их так здесь было много-много Ай Вот так Во-во-во-во-во Отлично! Ну должны были теперь закрыть уж точно Вообще, весь тут ревент, наверное, кроме количества лагерей Скорее всего Скорее всего Должно быть, наверное, не так много Примерно как-то, как и испытания на волноходе А что не так? А еще два почитания Ах, господи А, а-а-а вот где был зарыт собак ладно хорошо хорошо поехали еще три раза ну ладно с этими-то бомбами вообще не проблема это дело закрывать привет тем кто к нам только-только подошел ну вот сейчас прям вообще не проблема для чего же я клито с собой в отряде таскаю вдруг груда у меня собрать нечем я как хорошо то у меня там заканчиваться уже с этим домом началась там тоже целая куча так вот там тоже целая куча руды нужно так ну здравствуйте сюда 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 подходите говорю и это тупо сборище лучников сраных а мы подождем так давайте к вот этой штуке подходите так на тебя придется во славу нашего ивента так 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 давайте ка мы к лучнику подтянемся вот отлично ну и как бы все я думаю с этой штукой мы разобрались осталось только 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 наверное количество лагерей осталось так 6 лагерей зачистили а нифига мне еще два раза такое ощущение что она засчитывает только по одному ла по одному разу на один лагерь и но это было бы странно но ощущение складывается именно такое ну черное дерево и не фри-то-плей игроки тоже не часто видят такие цифры так давайте ка мы вам щиточки-то ай похерим чутка а потом вас жахнем и жмыхнем о вот так вот так плюх значит этот лагерь должен быть готов так ну ладно этих трех мы тоже так же жахнем бомбочкой если на эту тварь урона хватит хватило но получили мы эту штуку должно остаться только одно четкое попадание 3 должно быть дам до 34 шон и еще один лагерь а еще два лагеря у нас остается поехали ну пюрешка я бы погибель не пробуждал на самом деле уж то что погибель я бы не пробуждал оно было бы допустим профитнее если бы она же как бы пассивно бафает погибель то на просто в две пачки сунуть того же какого-нибудь дюлюка условно во вторую пачку рейзера с погибелью у тебя было бы были бы были бы без не две пачки с бафом от погибели это как у меня два небесных крыла 2 лука но пробуждать их смысла нет проще заходить два лука адекватных того же тортика допустим и ту же козу так только не умрите так вот собственно здравствуйте я тут к вам это подарочком так он же не умер там идешь сюда щиток накатил тебя пока мы тут ждали ну вот теперь мы ту штуку убили на следующем тогда лагере мы добьем эти последние штуки тут она чё-то не надевается до дарио ненавидел всем сердцем и ненавидел а потом на нее подвезли скинчик ну как никакой как не любит джин когда на нее скин есть а вот давайте теперь бахнем пускай это сделает сама кли самолично давай хорошо все 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 у нас остался последний лагерь сейчас да все готово последний лагерь и выкупаем магазин о и ракурина как раз вот это очень даже кстати я мне бы свою кли при одеть обратно то из-за хутавы то она теперь голая здесь наверняка отличная рыба поймать бы да зажарить кли хочется рыбки это эхо воспоминаний мыслей и кли тогда пошли ловить рыбу только давай потише чтобы старшая сестра не узнала барбара с кли ходили рыбку глушить держу в курсе правда ты тоже любишь рыбу конечно но мне куда больше нравится ее ловить в детстве мы с сестрой часто ходили рыбачить это сейчас она сама серьезность но когда-то она была таким веселым ребенком у нее даже черепашка была представляешь у джин была черепашка и она все грустно эти истории смотрите в кого она превратилась и серьезную женщину ну да ладно так все здесь нам больше париться особо не нужно с тем как там правильно убивать поэтому убиваем их как можем у меня и секи привет всем как нам только-только подошел но это обидная плюха была евро должен указу и на светочки отскочить а получается что все все готово а нет они не все не готова не готова ребят не все чего я вру то у нас второй эпизод второй акт не пройден ну пройдя но не полностью у нас еще три гонки на стрёмных лодках осталось так для начала давайте вытащим все что у нас вообще есть в магазине хочу а в смысле послушайте нет теперь магазин выфармливать я думал мы прошли я думал мы прошли эти испытания и все и магазин мы взяли и искупили весь а нет так ребята это не работает магазин на хочешь получить все из него еще за фарми вот оно что 1 2 в 1 2 мы мерзли пока да там было хуже а здесь мы хотя бы не получаем никакие дебафы солнечного удара и все такое в 1 2 мы мерзли как такое себе на самом деле было удовольствие так ребят давайте-ка сделаем небольшой перерыв буквально пять минут после которого мы до пройдем уже все что у нас осталось а у и у и Субтитры создавал DimaTorzok